Девушки отдыхают Он не хотел изначально, чтобы я играла там, он хотел блондинку Я не буду подробностей сказать, какие я слова употреблял и прочее А коллеги шутят, у Ланской несколько клонов, иначе как она все успевает? Протягивает мне на спектакле две шапочки связанные и говорит, я вот в Сапсане сейчас ехала и тебе связала Она все время, всегда в строю, всегда готова, такой солдат Джейн, то есть это вот Лера Откуда брать энергию и черпать силы? Как пройти все кастинги и прослушивания? И что нужно сделать, чтобы сохранить любовь и семью? Об этом драматическая актриса, которая смогла стать королевой мюзикла Валерия Ланская Кто она? Самозванка, авантюристка или внучка Петра Великого? Зрители мучаются в догадках, а исполнительница роли книжной таракановой мюзикли «Граф Орлов» Актриса Валерия Ланская не спешит раскрывать карты В первом акте, может быть, можно сказать, что она и отрицательная Потому что она обманывает, соблазняет, крутит вокруг своего пальца мужчинами Как только возможно, по-всякому, чего только не делает А во втором акте ее становится жалко, потому что она сама попалась на ту же уточку, на тот же крючок Ей всего 29, а она уже спела о соль в алых парусах Кончиту в Юноне и Авось и Клеопатру в мюзикле о Цезаре А ее Мерседес из «Графа Монте-Кристо» жюри международного фестиваля мюзиклов признала лучшей в мире У нее есть очень индивидуальный свой окрас голосовой Тембрально, она очень узнаваемая, ее ни с кем не спутаешь Когда она поет, если просто слышать, то это поет Лера А это кастинг на новый мюзикл Анна Каренина Признанная звезда музыкальной сцены, любимица публики Валерия Ланская Проходит прослушивание на общих основаниях Она хорошо знает, в шоу-бизнесе не бывает вечных прим Не успеешь оглянуться, а твое место уже занято Жду, звоню, нервничаю, как все Стараюсь выходить на как можно большее количество кастингов, роб Но тоже не всегда зовут на них Не всегда есть проекты, в которых ты нужна Не знаю, ждешь, волнуешься Всегда приходится доказывать своими эмоциями Своими умениями, своими навыками То, что именно я имею право получить ту или иную роль Что именно я имею право работать на телевидении И никто другой Это бесконечное доказывание Я думаю, что это будет еще много-много лет так Судьба, как летвенная женщина, особенно моя То надежды обманет, но опять обманет Это только говорят, что мюзикл – легкий жанр На деле адский труд Чтобы выйти на сцену, артисту нужно владеть сразу несколькими навыками Драматической игрой, умением безупречно двигаться И главное – незаурядными вокальными данными Как раз с пением у Леры заладилось не сразу И это несмотря на то, что в детских музыкальных спектаклях Она участвовала с трех лет Но петь сольно ей не давали В лучшем случае ставили в хоре Пела в хоре, а то и не пела Открывала просто рот, потому что боялась испортить Что-то близко не подходишь Не мычишь, не телишься Хороводы-хороводишь, а на мне не женишься Неплохо Вбили мне комплекс, что я плохо пою Педагоги, поэтому очень долго потом приходила в себя Занималась самостоятельно, чтобы доказать, что я могу Она такая, знаете, когда спортивная закалка По жизни, то есть у нее где-то вот есть Все время, всегда в строю, всегда готова Такой солдат Джейм То есть это вот Лера Стойкий спортивный характер достался ей от мамы Известного тренера по фигурному катанию Елены Масленниковой То, что в детстве Лера могла совмещать театр, учебу, занятия художественной гимнастикой и тренировки на катке Мамина воспитание Привычка к самодисциплине Сил хватает на очень многое Просто не надо себя жалеть И старалась ей тоже приявить вот эти качества Что себя жалеть будешь потом Поэтому она, когда войдя в этот режим Она поняла, что лучше пойти на какие-то занятия Чем просто пробегать там, проваландоваться во дворе, предположим Да, хотя и это она тоже успевала В 13 лет Лера приняла смелое решение Закончить школу экстерном Пройти программу четырех последних классов за два года Она хотела поступить в Амхат И обязательно на курс Константину Райкину Я просто в него влюблена была с детства И когда ходила на его спектакли И на тот же контрабас Мне всегда казалось, что он играет только для меня И Труфадина, конечно, мой любимый был фильм Мне казалось, что он неповторимый Что действительно так, он уникальный артист И мне очень нравилось то, как он работает Я хотела ему учиться В тот год Райкин не принял на свой курс 15-летнюю девочку Отправил еще подрасти Но Лере казалось, что она и года не сможет прожить без театра Подала документы в Щукинское училище А там конкурс, 350 человек на место Чтобы попасть на экзамены, приходилось занимать очередь в 5 утра А в аудитории удавалось попасть только в 9 вечера Я вспоминаю это как ад какой-то Очень это все изнурительно, трудно, эмоционально Многие срываются, не выдерживают И родители, и все это пытка поступить в ВУЗ И слава Богу, что меня взяли туда Это было чудо какое-то Окрыленная собственной победой Остаток лета Валерия провела в Америке У отца Родители расстались, когда ей было 4 года И папа уехал жить в США Поехала к папе в Америку И, конечно же, решила отметить свое поступление Отдых по полной программе Поэтому мороженое, гамбургеры, все сказалось Приехала учиться уже как будто другой человек, нежели тот, который поступал Лера набрала за месяц 10 килограммов В сентябре мастер курса Юрий Шлыков ее просто не узнал Как же так, Лера? Лицо у тебя героини, а фигура характерной актрисы Что с тобой делать? Конечно, изнутри я чувствовала, что я должна играть Наташу Ростову Ассоль из Алых Парусов И лирические героини А он мне давал коробочку из Мертвых душ И прочих характерных теток разных национальностей И благодаря этому я совершенно не боюсь быть смешной, некрасивой И это расширило мой актерский диапазон очень Куда я пришел? Я в том, что тебе виноват! Я сам виноват! На третьем курсе училища произошло то, что Валерия восприняла не иначе, как чудо Исполнилась детская мечта Константин Райкин пригласил ее в свой театр В спектакль «Страна любви» Репетировала она буквально с крыльями за спиной Но театр Райкина ей пришлось покинуть очень скоро В тот год режиссер Тигран Хиасаян утвердил Леру на главную роль в фильме «Заяц над бездной» А Валерия должна была уезжать с театром на гастроли в Омск Но ей так хотелось успеть везде За свой счет из Молдавии, где снимался фильм Она летела в Омск и спектакль Однако Константин Райкин, не любящий делить своих артистов с кем-либо еще Проявил принципиальность и заменил Ланскую на другую актрису Я думаю, что Лера сделала кучу выводов из этой ситуации Она взяла из опыта из этого что-то себе в багаж Отряхнулась и пошла дальше Потому что я смогу, я докажу, я должна это сделать Я сделаю это лучше всех Такая в хорошем смысле актерская Такой вот задор Который позволяет тебе на новый уровень Выходить после таких ситуаций На новый уровень Валерию Ланскую вывел случай В театре «Луны» срывалась премьера Исполнительница главной роли за неделю до выхода спектакля Подала заявление об уходе Руководитель театра Сергей Проханов срочно искал замену Найти подходящую актрису оказалось непросто Спектакль-то музыкальный Посоветовали попробовать студентку Щуки Леру Ланскую Я ввелась очень быстро За неделю до премьеры спектакля «Романия» По королю Леры Шекспира Я в последний момент прибежала И влилась, все быстро выучила Примой театра «Луны» Лера стала раньше Чем получила диплом об окончании Щукинского училища У нее появилась своя публика Первые поклонники Но популярной на всю страну Валерия проснулась после того Как сыграла красавицу-гимнастку В сериале «Принцесса цирка» Это, конечно, тоже подарок судьбы То, что эта роль была в моей жизни Какого бы качества она Сейчас можно пересматривать И смеяться, улыбаться Насколько наивно и забавно это было Но было другое время И тогда зрители смотрели И нравилось И помнят ту эмоцию Если сериал «Принцесса цирка» Бил телевизионные рейтинги То фильм «Тариф новогодний» Где Ланской тоже досталась главная роль Выстрелил в кинопрокате И у Валерии началась совсем другая жизнь Я поехала на кинотавр И там почувствовала, что меня знают Первое такое киношное мероприятие Огромное, где была куча зрителей И когда назвали мое имя Чтобы я шла по красной дорожке На открытие кинофестиваля Когда зрители взвыли Люди, которые стояли И просили автограф Я растерялась И поняла, что вот оно Телевидение и кино сделали волшебную вещь Теперь Валерию узнавали на улице А предложения о работе Сыпались одно за другим И непонятно, что из этого было более приятно Я всегда смеюсь, когда артисты говорят О, это так тяжело, эти съемки Интервью, фотосессии Автографы Но люди же, ну как, артисты мечтают об этом Это лукавство, когда говорят, что от этого устаешь Ты можешь уставать физически Но все равно эмоционально Ты заряжаешься от этого Ты ждешь этого Ты стремишься к этому В следующей части программы Вы узнаете Как несчастный случай Чуть не лишил Валерию профессии Почему муж актрисы Не хочет снимать ее в своих фильмах И ради кого она готова Притормозить свою карьеру Карьера Валерии Ланской Только набирала обороты Когда произошел случай Едва не перечеркнувший ее будущее в профессии На съемках очередного проекта Лера неудачно упала с лошади Диагноз ошарашил Компрессионный перелом позвоночника Тогда она впервые поняла Иногда вместо того, чтобы кидаться на амбразуру Артисту стоит себя поберечь И мне тоже казалось, что ради красивого кадра Можно очень рискнуть Там как-то пойти на что-то И сейчас я ей говорю Лерочка, пожалуйста, внимательно, контролируй Нельзя на себя взять все И в кадре тоже Есть специально обученные люди Есть каскадеры А когда ты будешь дома лежать с травмой Это будут уже наши семейные проблемы Ничья-то еще Поэтому я думаю, что разумно все-таки Доверять сложные вещи профессионалам Это приходит с опытом Врачи прописали Лере 4 месяца лежать без движения И настоятельно советовали менять профессию Все, что ты сможешь теперь Это стоять у микрофона Но именно в тот момент в театре Аперетты Выпускался мюзикл Монте-Кристо Где Валерия играла главную роль Сорвать премьеру Подвести коллег Было бы для нее личной катастрофой Она вставала с кровати И превозмогая боль Шла на репетицию Я скажу, что в корсете хоть как Ты приходила в полноги, обозначая Учила, пела, ходила Но это лучше И я думаю, что именно это помогло мне Восстановиться быстрее Потому что если бы я лежала Я бы лежала еще долго А когда ты чувствуешь свою необходимость Ты восстанавливаешься быстрее В итоге как раз-таки к премьере Мне стало гораздо лучше Меня затянули в корсеты И я все сделала Это Love Show Музыкальный спектакль Который Валерия Ланская Придумала сама История главной героини И судьба самой Валерии Схожи Они обе прошли свой Непростой путь к успеху И не раз стояли перед выбором Карьера или любовь И молодые люди ставили мне выбор И профессия ставила выбор Всегда приходится чем-то жертвовать И если получается одно То рушится другое Чаша весов Или если утверждают на какую-то роль То обязательно в личной жизни Какие-то переживания, расставания Какая-то боль И наоборот Если все хорошо И влюблена И все прекрасно То какой-то странный Сложный период в работе Правильный баланс Между личной и работой Валерия сумела найти год назад Актриса вышла замуж За режиссера Лера была уверена Теперь ей всегда будет У кого сниматься в кино Но получить роль у своего собственного мужа Оказалось сложнее Чем у кого-либо другого Мотор, камера Санкт-Петербург Съемочная площадка сериала Новая жизнь Режиссер Стас Иванов И исполнительница главной роли Валерия Ланская Вот уже месяц проверяют На прочность Свой творческий и семейный тандем Пока все идет хорошо Я боялась поначалу Я думала, что когда с утра до вечера Ты варишься в одном и том же И дома, и на площадке Обсуждаешь работу Это трудно И это будет большим испытанием Но вот уже месяц мы работаем И мы как, не знаю, Бонни и Клайд Это сейчас, а не Бонни и Клайд А когда-то Стас Иванов Представить себе не мог Что Лера Ланская Не то что станет его женой Но и будет сниматься в его фильмах Впервые их пути пересеклись в Ярославле В этом городе Валерия снималась в сериале Перекрестки судьбы А Стас Иванов работал Над своей картиной Черная река Продюсер реки мечтал Переманить актрису Ланскую К себе на проект Только режиссер был Категорически против Я, честно говоря, даже не знаю Почему из-за какого-то Непонятного на тот момент Предвзятого отношения Особо даже не понимаю О ком идет речь Вот И я как-то немножечко Остро среагировал На то, что, наверное, я бы не хотел этого Я не буду в подробности Сказать Какие слова я употреблял И прочее Вот уперся и все Ему было принципиально Чтобы меня И кого-то моего типажа Не было Хотел других Вот Но Когда ему сказали Что я в этой же гостинице Он Ну ладно Пойду познакомлюсь Посмотрю хоть кто такая Что ее так хотели Позвать Напробовал мой проект Подошел Познакомился Вечером договорились Поужинать Пообщаться Поужинали Пообщались И больше не расставались Стас капитулировал очень быстро Вскоре он предложил Валерии Руку и сердце Но как режиссер Не спешил сдавать свои позиции Начиная новый проект Он вовсе не собирался Приглашать туда жену На этой почве Едва не разгорелся Творческий семейный конфликт Она читает Естественно сценарий Понимает На чем собираюсь работать Ну как-то Я не зову Но пробы не зову Она спрашивает Прости В 32 серийном сериале Для меня роли нет Он не хотел Изначально Чтобы я играла там Он видел героиню Совершенно иной Он хотел блондинку Он хотел Другой типаж Но в этот раз Валерия мужа переиграла Сама отправилась На пробы Которые устраивали Продюсеры сериала Ее кандидатуру Рассматривали на общих основаниях В числе множества Других актрис Из большого количества Продюсера отобрали Нас чуть меньше И понесли на канал Стас знал об этом Но это было уже без его Участия То есть он никак не мог На это повлиять Но отобрали Хорошо Ну ладно А продюсеры канала Утвердили меня И это было Большим удивлением И радостью Конечно будут говорить Что это не так Конечно будут говорить А он режиссер Ну понятно Ну и ладно Пусть говорят Это неизбежно Всегда есть люди Которым нравится Которым не нравится То что ты делаешь Давай Добаль На исходные Пожалуйста Добаль Главную роль Немного переписали Адаптировали Под актрису Ланскую Зато сейчас Даже упрямый режиссер Признает Его супруга Жемчужина этого сериала Сейчас я Очень доволен Что так случилось Потому что Ну действительно Она очень здорово Работает в этой картине Тв-тв-тв И если так продолжится То действительно Зрители смогут Посмотреть на нее С какой-то другой стороны Потому что Качественный скачок Еще раз повторюсь В ее работе Произошел Но все-таки Их главный Совместный творческий проект Это сын Артемий Ему не исполнилось Еще и года Но когда Валерия Едет на съемки В Петербург Обязательно берет сына с собой Это хлопотно Не просто Но по-другому Никак Вот сейчас Я знаю Что она Работает И мотается И мечется Между работой С семьей И театром Кино И я понимаю Что она С другой стороны Это ее жизнь Это прекрасный путь Когда надо успеть Все Если ей хватает сил И самое главное Чтобы только Хватило здоровья И у нее Постоянный Сапсан 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 И на спектакле В Москву И вот недавно Буквально Протягивает мне На спектакле Две шапочки Связанные И песочник Для моей дочери Аглайи И говорит Я вот в Сапсане Сейчас ехала И тебе связала Я говорю Лер Ты бы поспала Посидела Закрыла глаза Я не знаю Но ничего бы не делала Просто Это невозможно Ей говорили Не пой Это не твое Убили мне комплекс Что я плохо пою Педагоги Врачи настаивали Меняй профессию Или останешься инвалидом В итоге Как раз таки К премьере Мне стало гораздо лучше Меня затянули в корсет И я все сделала Ты откуда здесь? Из дома сбежала Муж-режиссер Долго отказывался Видеть в ней Свою актрису Он не хотел Изначально Чтобы я играла там Он хотел бондинку Я не буду подробностей Сказать Какие я слова Я употреблял И прочее А коллеги шутят У Ланской Несколько клонов Иначе как она Все успевает Протягивает мне На спектакле Две шапочки Связанные И говорит Я вот в Сапсане Сейчас ехала А тебе связала Она все время Всегда в строю Всегда готова Такой солдат Джейн То есть это вот Лера Откуда брать энергию И черпать силы Как пройти все кастинги И прослушивания И что нужно сделать Чтобы сохранить Любовь и семью Об этом драматическая актриса Которая смогла стать Королевой мюзикла Валерия Ланская Как ей это удается Петь в мюзиклах Играть в кино Выходить на сцену Драматического театра И при этом Уделять время семье Остается загадкой Журналисты шутят Не иначе Как у Валерии Ланской Несколько клонов Знаете Честно Могу сказать Меня одолевали Подобные мысли Вот И даже были Какие-то подозрения На то что действительно Лера расклонировала себя И ко мне приходят Какие-то разные Собственно Проекции моей жены Собственно Я даже по-разному Их называю У меня есть там Там Валерия Александровна Там Лера Она может быть И рада На время остановить Всю эту суету Со съемками И премьерами Снять с себя Тесный корсет И переточный Мерседес И хотя бы Ненадолго Насладиться Уютным семейным Покоем Только она понимает В той профессии Которую выбрала Останавливаться Нельзя Вперед Парсы Да-да-да-да-да Ты не имеешь права Расслабиться Вообще Потому что у нас Такая профессия Вот ты на минуточку Ты стал более слабым Родил ребенка Посидел дома Уже кто-то более Так сказать Менее занятой Растолкал всех локтями И уже метит на твое место Тут такая Такая жизнь Творческая Очень В этом смысле Жесткая И здесь Поэтому Очень важно Свои места обратно занять И дальше бежать Еще быстрее Но это правда Это так Слава Богу Что есть театр Который Как крыша Как дом Кино Очень нестабильно Вообще Наша работа Очень нестабильна Конечно Это счастье Что такая востребованность Что есть такие проекты Без театра Я просто жить не могу Без этого Взаимообмена энергии С залом Со зрителями Ну невозможно Накануне Валерия Ланская Получила хорошую новость Она утверждена На главную роль В мюзикле Анна Каренина Впрочем Для нее Это повод Не праздновать А работать Ведь впереди Самое сложное И еще так Много нового Нужно узнать О своем персонаже Присматриваю Перечитываю Все что только можно Всегда стараюсь Копать как можно глубже Перед началом Репетиции Чтобы быть Подкованной Со всех сторон У нас три актрисы На этой роли Хочется предлагать Что-то свое Чтобы быть Не похожей На остальных И здорово Что наш режиссер Алина Чевик Всегда идет на встречи Разрешает нам Разные пристройки И по-разному Играть Потому что В бродвейских постановках Шаг право Шаг лево Расстрел Ты должен ходить Четко так На определенный музыкальный акцент Поворачивать голову И по-другому нельзя А здесь есть свобода Это конечно больше Русский театр Когда ты делаешь все Здесь и сейчас Это рождается сейчас И каждый спектакль Не похож на предыдущий Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok